Время заболевания 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 Дренирование желчных протоков. Конечно, им правильно выполняют дренирование желчных протоков. И удается по месту жительства в ургентном стационаре купировать желтуху, но потом они остаются с этой проблемой один на один и попадают уже в специализированные учреждения спустя время вот с такими неадекватно установленными дренажами. За счет миграции их и образования затеков в брюшную полость в данном случае оба дренажа мигрировали и потребовались тонические усилия, чтобы нормализовать дренирование, установить два наружно-нутренних холангиодренажа и после этого перейти на специфическое лечение. Трудности вокруг этого заболевания сопряжены с рядом других факторов, в частности с установкой диагноза. Неспецифические симптомы заболевания желтуха являются основным. Компьютерная томография и МРТ, выполненные после дренирующих вмешательств, создают большие количества артефактов и невозможно установить точные границы опухоли и подобрать правильное лечение для этих пациентов. Также есть большие сложности технические со стороны биопсии и морфологического подтверждения заболевания. На слайде представлен пациенту, у которого был сначала установлен эндоскопический металлический стент, затем он утратил свои функциональные возможности, его пытались удалить, за счет этого его фрагментировали, часть фрагментов металлического стента осталась внутри протоков. Затем некорректно был все-таки установлен таким подпеченочным доступом через кожный холонгиодренаж. Все это привело к хроническому холонгиту, отсутствию дренирования адекватного. Тем не менее, несмотря уже на два инородных предмета, мы не можем не определить границы опухоли, ни дренирования неналаженного пациента. Наш опыт заключается в 125 больных. В большинстве случаев у пациентов развивалась механическая желтуха. Это заболевание минифестировало именно этим клиническим компонентом и всего 3 пациента без желтухи. Верифицированы морфологически пациента 31% до обращения в наше учреждение. Обратите внимание на цифру GX. Это 26 пациентов, то есть это цитологическое исследование, не позволяющее провести глубокого морфологического анализа опухоли. И, соответственно, нет возможности перспективного лечения. В нашем же центре верифицированы 51%. На первых этапах у нас также высокий был показатель GX. Это выполнение цитологии, браж биопсии. Так как не была отработана методика щипковой биопсии, сейчас мы ее в совершенстве освоили. И всем пациентам выполняем щипковую биопсию. Не верифицирована в силу технических ограничений доступа инструментальных возможностей даже в наших условиях 18% пациентов. На сегодняшний день через кожное черепсеченочное УКТ, выполняемое для оценки опухоли и прицельное выполнение биопсии, широко используется в нашей практике. Мы можем визуализировать точку наибольшего скопления опухолевой массы и, брав оттуда биопсию, в 99% случаев получаем морфологическое подтверждение. Позже я расскажу о дополнительных возможностях оптико-когерентной томографии. Конечно, цитологическое исследование и браж биопсия подкупает своей простодой метода, однако низкая чувствительность и отсутствие глубокого анализа сподвигнуло нас на освоение техники биопсии, щипковой биопсии. Эта техника нам несколько сложнее, однако обладает более высокой чувствительностью и открывает перспективные возможности излечения полученного материала путем гистохимических методов, определения PD-1, PD-L1 и назначения, возможно, в последующем дальнейшего лечения. Пример, как оптико-когерентная томография помогает помимо выполнения прицельной биопсии. Пациент 62-х лет, опухоль Клацкина, холангиографическая картина, центральное изображение полностью соответствует БИСМОТ-3 без распространения на левый долевой желчный проток. Однако при выполнении оптико-когерентной томографии красной стрелочкой нижнее и левое изображение мы видим, что опухолевая масса располагается в дистальной части общего печеночного протока, выполненная чудо-щипковая прицельная биопсия, гистологическое заключение аденокарцинома, подтвержден онкологический диагноз. Далее, при протяжке оптико-когерентным томографом на уровне левого долевого желчного протока мы видим отсутствие опухолевой массы и, соответственно, при биопсии из этой точки получили гистологическое заключение фиброзной ткани. То есть этот пациент не опухоль Класскин, не БИСМОТ-3Б, а БИСМОТ-2 и в последующем пациенту выполнено оперативное вмешательство. 125 пациентов наших разделилось следующим образом. В большинстве своем мы проводили фотодинамическую терапию в комбинации с региональной химиотерапией, 53 пациентов. У ряда этих пациентов удалось добиться снижения биологической активности и на фоне этого также снижения соматического статуса пациентов. 27 пациентов было прооперировано, двум пациентам выполнена трансплантация печени. Ввиду развившегося уже билярмного цирроза, несмотря на налаженное адекватное дренирование, пациентам не получалось проводить региональную химиотерапию и пациенты получали исключительно фотодинамическую терапию. Симптоматическое лечение пациентов 17 человек получали только симптоматическое лечение. Комбинацию фотодинамической терапии и региональной химиотерапии мы провели у 53 больных от 1 до 7 курсов, в среднем 4. Заключается она в том, что сначала мы выполняем фотодинамическую терапию, вводим внутривенный родохлорин за 2-4 числа до ФДТ. Затем, соответственно, выполняется по известной методике фотодинамической терапии с возвращением наружного внутреннего черезкожно-черпечёночного холонгиодренирования. И через сутки, если отсутствует клиника холонгита, пациенту выполняется региональная химиофузия путём катетеризации черевновства, либо общей печёночной артерии. Пример, как выполняем фотодинамическую терапию, видим исходную холонгиографию. Наружная холонгиодренированная, установленная по месту жительства, удалось реканализировать опухолевую структуру. Далее по проводнику устанавливается световод плюс-минус 2 см от опухолевой структуры. После установки световода проводник смещается в здоровую часть протоков, чтобы не было потери энергии лазера, не было засветки, и вся опухолевая ткань могла получить фотодинамическую терапию. В результате медиана общей выживаемости на сегодняшний день 17,6 месяцев, живы 38 пациентов в сроке до 40 месяцев. В среднем 15 умерло 15 больных, средняя продолжительность жизни 17 месяцев. Это не окончательные наши результаты. Пациенты живы, продолжают получать лечение, в будущем медиана общей выживаемости будет выше. Слайд говорит о том, как достичь перспективного лечения путем адекватного дренирования. Адекватное дренирование позволяет убрать холонгит, нормализировать соматический статус пациентов. Это дает современное лечение в виде фотодинамической терапии, регионарной химиотерапии, снижение биологической активности опухоли и, соответственно, перспективное хирургическое лечение, которое избавляет сразу пациента и от холонгита, и от опухоли. А оптико-кагерентная томография до операции нам позволяет повысить число R0 резекции. У ряда пациентов позволяется выполнить трансплантацию печени при хорошем биологическом ответе. Однако, не зря, вот кружечком обведены стрелочки, нередко пациенты остаются в этой области, и за счет рецидивирующего холонгита нам не дается их уйти дальше по перспективному лечению. Клинический пример. Например, пациент 55 лет, опухоль кладский на бисму 4, в августе 2020 года заболевание манифестировало механической желтухой, гипербилирубиномия, соматический статус ЭКОК-3. По месту жительства установлено наружное холонгиодренирование, не раздренирована правая доля печени, пациент становится хуже, достигает ЭКОК статуса 4. Ему отказывают по месту жительства в лечении ввиду картины нерезиктабельного процесса и высокой биологической активности, обращается в наше учреждение. Удалось установить билатеральное наружное внутреннее холонгиодренирование, снизить соматический статус, нормализовался пациент. Последовательная билатеральная фотодинамическая терапия и снижение гипербилирубиномии до референсных изучений позволило также пациенту начать проводить региональную химиотерапию. В результате за два цикла фотодинамической терапии в комбинации с региональной химиотерапией СА19-9 снизился до 170 единиц, то есть биологическая активность снизилась в 6 раз и пациенту позволило возможность выполнить хирургическое вмешательство в объеме ортотопической трансплантации печени. На момент ОТП эко-кстатус единица. Но несмотря даже на адекватное дренирующее вмешательство, мы видим, что в четвертом сегменте и в первом сегменте после гипотектомии сохранялся гнойный холонгит, видим гной, который клинически себя не проявлял. В заключении, МРТ и МСКТ до холонгиодренирования позволяют объективизировать границы опухолевого блока в желчных протоках и наметить тактику лечения. Это очень важно, выполнять подобные исследования до дренирующих вмешательств. Методы интервенционной радиологии являются ведущими и нередко единственными в диагностике лечения опухоли Клацкиной и ее осложнений. Только адекватное дренирование с регулярным контролем и морфологической верификацией позволяет начать специфическую противоопухолю терапию у пациентов с протоковой холонгиокарциновой. Комбинация регионарной химиотерапии и внутрипротоковой фотодинамической терапии является безопасным и эффективным методом комплексного лечения больных с разными стадиями опухоли при адекватном дренировании в протоках и контролируемых холонгит. Внутрипротоковая фотодинамическая терапия безопасный метод противоопухолевого воздействия при развертной клинической картине, таких как желтуха, холонгит, соматический статус осложненные пациенты или наличие осложнений. Требуется дальнейшее изучение дополнительных перспективных методов паллиативного лечения, таких как брахитерапия, лучевая терапия, иммунная терапия и таргетная терапия у этих пациентов. Резекция печени является методом радикального лечения и опухоли, и хронического холонгита. Но вокруг ОТП пока еще очень много вопросов касательно этого заболевания, но пока нам представляется достаточно перспективным завершающим этапом лечения успешного у таких пациентов. Благодарю за внимание.